Театральная весна вступила в свои права, собрав в премьерный день самых юных зрителей. На главной сцене города малыши увидели спектакль Владимирского областного театра кукол «Лиса и медведь». Вместе с детворой сказочную постановку оценила Анастасия Белова. Павел! Павел! Правильно, медведь! Вот вы, наверное, думаете, что я не живой! Нет! Нет! А ничего подобного! Я первыми лучами солнца просыпаюсь! Классические русские персонажи в очередной раз доказали, что могут жить вечно. Взятый за основу сюжет народной сказки «Лиса и медведь», в умелых руках режиссера и артистов Владимирского театра кукол превратился в интерактивное представление, вызвавшее бурю эмоций у маленьких зрителей. Главное – дать детям возможность стать частью событий на сцене. Вот этот спектакль именно часто возим по садикам. И, честно говоря, этот интерактив немножко мешает, потому что они как заведутся, их не успокоишь. Приходится как-то находить какие-то ухищрения, либо просто уйти куклой на 2-3 секунды. Они немножко затихают, появляться и дальше уже продолжать действие. Сказка ложь – давний намек. Постановка учит самых маленьких отличать плохое от хорошего, наглядно демонстрируя пороки и достоинства человека через колоритных персонажей. Обманщица и лентяйка «Лиса» против честного и трудолюбивого медведя. Артисты театра кукол стараются донести мораль во многих своих представлениях. Обязательно какая-то задача у режиссера стоит, чтобы ребенок после просмотра этого спектакля вынес какую-то проблему, либо он что-то для себя решил и понял. Про дружбу, допустим, есть спектакли. Восторгу малышей не было предела. Казалось, каждое движение и слово действующих лиц не оставили детвору равнодушной. Мне больше всего понравилось конец спектакля. Мне понравилось, что этот мультик, ну что-то в нем есть. Он обучает нас чему-то. Мне там все понравилось. Мне понравилось больше всего, когда лиса и медведь пели. Мне понравилось, когда лиса воровала блины там. Театральная весна на этом не заканчивается. Мурамлян ожидают еще четыре спектакля. Увидеть своими глазами высокое искусство и мастерство актерской игры можно до 27 марта на сцене ДК «Тысяча столетия». Анастасия Белова, Николай Молоденов. Новости Мурам.